Производство компании Argos Television. Карлос де ла Мота в роли Хермана, Луис Герардо Мендес в роли Игнасио, Ангелес Марин в роли Эрнестины, Пако Маури в роли Амадора, Патрисия Мареро в роли Филомены, Алехандро Кальво в роли Танки и другие. Авторы сценария Луис Зелкович и Лаура Соса. Композиторы Эрнесто Анания и Вилли Колон. Операторы Маурисио Манесес и Родриго Куреев. Режиссеры Моисес Орки Суркиди и Пабло Гомес Саенс. Ты в своем уме? Подумай, что ты говоришь. Если бы я хотела забрать у тебя Эстебана, думаешь, я стала бы говорить все это на телевидении? Сантьяго сказал, что ты видела меня. Вот опять начинается. Теперь Сантьяго. Видно, он тебе нравится. Он похож на Адриана, да? Паршивая дрянь. Только запомни, между Адрианом и Сантьяго есть одна разница. У Сантьяго голова на плечах. Твои комментарии, как всегда, не к месту. Только не воображай, стерва. Надеюсь, Сантьяго сказал тебе, что мы не позволим одурачить нас. Лили, неужели это так важно сейчас для тебя? Прекрати, наконец, думать о себе, о своей вражде. Сейчас самое важное не Сантьяго, а Эстебан. Смотрите-ка, мамаша решила вернуться за сыном. Какая же ты идиотка. Просто не верится. Я не собираюсь тебя выслушать. А я собираюсь. Не прикасайся ко мне. Чего ты вдруг забеспокоилась? Только восемь лет спустя твой сын вдруг начал тебя волновать. Почему ты не вышла в Штатах за какого-нибудь грингу и не нарожала от него детей, вместо того, чтобы искать сына, которого бросила? Я не бросала своего сына. Не бросала. Его у меня отняли. Это большая разница. Не понимаю, о чем ты говоришь, Сесар. Что это? Ты прекрасно знаешь, что это. Может, включить, чтобы ты вспомнила? Что это? Очередная твоя жалкая клевета? Только не надо притворяться, Верхиния. Я говорил с Нельсоном. Он сказал, что ты пытала его, угрожала и едва не убила. Я поражен твоей предусмотрительностью. Ты даже звук его голоса вырезала, чтобы он не смог тебя обвинить. Восхитительно. Еще и в офис ко мне все принесла. Отличное воображение, Сесар. Я не боюсь тебя, Верхиния. Нельсон не станет давать против тебя показания. Ты запугала его, но я... Угроза, запугивание? Чем же я могла запугать этого несчастного Жигала? Ты можешь навредить Алехандре вот чем. Что, если я пойду и расскажу Рахелию, что ты угрожала Нельсону расправой с Алехандрой? Что, если твоя дочь узнает об этом? Эти угрозы выдумка, Сесар. У тебя нет доказательств. А вот я, в отличие от тебя, смогу доказать то, что ты сделал мне. И ты мне заплатишь. Будь осторожна. С Алехандрой или с кем-либо еще из этого дома. Тебе ясно? Нелли, я ничего не имею против тебя или твоей семьи. Поэтому я не сказала на телевидении, что я мать Эстебана. Ты меня поражаешь, ей-богу. Тогда что же ты сделала? Эта песенка о подчаявшейся матери, потерявшей сына, была просто ужасна. Что это было? Я не хотела, чтобы сын узнал все из телевизора. Думаю, у него есть право знать, что его мать не бросала его, и что она его любит и надеется однажды стать частью его жизни. Только через мой труд. Не смей повторять это. Предупреждаю тебя. Я тебе уже тысячу раз говорила, и если приблизишься хоть на сантиметр к моему дому или к моей семье, узнаешь, на что я способна. Замечательно. Даже если из-за этого не найдется Эстебан, надо искать вместе, иначе ничего не выйдет. Можешь идти дальше, блистать по телевизору. Пекин! Пекин, подойди сюда. Пожалуйста, мне очень надо с тобой поговорить. Скажи мне, ты что-нибудь знаешь об Эстебане? Что ты знаешь об Эстебане, мальчик? Ничего, синьора. Я тут вообще ни при чем. Но ты говорил ей что-то? Спокойно. В чем дело? Пекин! Только не это. Ты с этой шлюхой заодно? Вы что, оба хотите забрать у меня сына? Не смей даже шутить на эту тему. Да о чем ты говоришь? Ты прямо сияешь от счастья. Откуда столько радости? А что в этом такого странного? Как-то необычно. Никто в этом доме не был так счастлив уже давно. Но я за тебя очень рада. Кстати, Рина передавала тебе привет. Помнишь ее, да? Конечно, как она? Замечательно. Убирайся из моего дома. Твой папа сцепился с Верхинией. А что он здесь делает? Помоги мне, пожалуйста. Конечно. Помоги с креслом. Убирайся, тебя тут никто не ждал, слышишь? Я предупредил Верхиния, запомни. Ради бога, что происходит? Этот псих угрожает мне. Не имею понятия, что произошло с его дружком, тем Жигало. Он чуть не ударил меня. Теперь ты притворяешься невинной жертвой. Расскажи всем, что ты сделала с Нельсоном. Нельсон? Что с ним? Как всегда, во всем, виновата я. Чего вы ждете? Заставьте его убраться. Прошу тебя, папа, помни, что тебя освободили условно. Я знаю, не беспокойся, я ухожу. Верхиния, тебя тут все боятся, но не я. Сухой из воды тебе выйти не удастся, рту. Сесар, держи себя в руках. Сосар, держи себя в руках. Тебе и меня не победить, Серхио. Я в стороне не останусь. В чем дело, милый? Ты говорил с Серхио? Да, я пришел к нему домой и нашел его вместе с матерью того мальчика. Думаю, он видел завещание Королла. Не знаю, где и когда, похоже, это мое упущение. Помнишь те бумаги, которые я просил тебя спрятать? Дорогой, я храню их в надежном месте, как ты просил, но что плохого, если он их увидит? Милая. Мне нужен кто-то, кому я могу доверять. Рахелио, ты знаешь, что можешь мне доверять. Я хочу помочь тебе. Моя сладкая. Скажи мне, любимый. Это было самым последним завещанием Дона Григорио перед смертью. Правда? В этом завещании он оставляет все наследство Ауре и ее сыну. Этот ребенок может получить целое состояние, а Серхио хочет прибрать его к своим рукам. Ты ведь не дашь этому случиться? Нет, милый. Я люблю тебя. Люблю. Ты сама слышала? Все эти его угрозы. Теперь можешь убедиться, этот человек преступник. Мама, ради Бога. Сессор может не сдерживаться, когда злится, но он никогда не причинит вреда. Правда? Да. А как насчет выстрелов Серхио? Как насчет того, что он сделал мне? Мне стало лучше. Я выздоровел? Нет, Астебен, пока ты не выздоровел. У тебя все еще температура, и мне это не нравится. Господи, я, кажется, понял, что с тобой происходит, Сверчок. Просто тебе очень грустно. Ты знаешь, что грусть может помешать человеку выздороветь. А Пекин вернулся? Нет, но, думаю, ты знаешь, где он. Откуда вы знаете? Потому что ты, скорее всего, дал ему адрес своей семьи, а вот мне не говоришь. Зачем мне давать ему адрес своей семьи? Ты мне до сих пор не доверяешь? Эх ты. Пекин, Пекин, подожди. Постой. Прошу тебя, не убегай. Клянусь, я не такая, как говорила та женщина. Я знаю, я заметил, кто из вас сумасшедшая. Точно она, а не вы. Я уверен. Пекин, ты мне так и не ответил. Почему ты назвал меня принцессой? Дон Танке, вас так называл. Дон Танке? Да, Дон Танке. Можно идти? Не хочешь заглянуть ко мне домой? К вам домой? А зачем? Я тебя как следует накормлю, и ты сможешь принять душ. Но уж нет, Пекин не принимает душ. Почему это? Наоборот, тебе очень понравится. Ты сможешь принять тёплый душ с ароматным мылом. Ну, что скажешь? Идея с едой мне понравилась больше. Вот и отлично. Пойдём. Нелли, я знаю, что она не самый хороший человек, но она пытается помочь найти мальчика. У неё есть возможности для этого. Так почему бы нам не искать вместе? Теперь и ты, Сантьяго. Что я? Она что, так сногсшибательно выглядит, что все мужики так и валятся перед ней с ног? Тебя только это интересует. Думаю, тебе стоит подумать о том, как найти Эстебана. А я думала, ты умнее, прости, что говорю это, но сейчас я понимаю, передо мной Адриан. Нелли, хорошо, извини. Извини, что говорил с тобой так. Я понимаю, тебе больно от того, что сделал Адриан. Но она меня абсолютно не интересует, поверь. Я лишь хочу найти Эстебана, вот и всё. Если она предложит помочь, прости, но я буду только за. Ей нужно одно, забрать Эстебана. Она только для этого его и ищет. Ты что, до сих пор так ничего и не понял? Прости, но ты меня не переубедишь. Это и есть отец твоих детей. Собираешься и дальше его защищать? Нет, мама. Я не буду этого делать. Мне не сильно досталось, но скажу тебе прямо, будь с этим человеком очень осторожна. Тебе нужно держаться от него подальше. Сесар заплатил тому Жигало, с которым встречалась Алехандро, Нельсону, чтобы он соблазнил меня. Мамочка, не нужно стыдиться о своей любви и своих чувствах. Дочка, я пыталась противиться, но он продолжал настаивать, и я попалась в его глупую ловушку. Но это был лишь недолгий и приятный танец. Мимолетное увлечение, но оно тут же оказалось на пленке, благодаря этим людям. И вмиг разрушило всю мою репутацию. Все не так серьезно, мама. Еще как серьезно, дочка. Как мне теперь возвращаться в клуб? Сесар, этот наглец просто использовали меня. Нельсон записал эту пленку, чтобы шантажировать меня и заполучить Алехандро. Больше я не могла это терпеть. Я открыла ей глаза. А теперь они хотят отомстить мне. Сесар подбил Нельсона использовать эту запись, чтобы отомстить мне. Это правда. Я своими глазами видел, как она резала его ножом. Не знаю, Сесар. Нельсон уже много врал. Возможно, это еще одна ложь. Послушай, я сам видел. Хочешь взглянуть на эту запись? Если есть запись, используйте ее, чтобы обвинить Верхинью. Нет, она все заранее продумала. Нам ее не обвинить, так как она угрожала Нельсону расправой над тобой, Але. Она так и сказала? Именно. Нельсон не пойдет в полицию, потому что очень боится за тебя. Но ведь он просто жалкий. Приживал. Но он любит тебя. Он решил все это оставить ради тебя. Послушай, будь осторожна с этой женщиной. Она очень опасна. Не могу поверить. Я чувствую себя просто ужасно. Мы живем в настоящей помойке. Кругом одна грязь начал. Нет, нет, нет. Если бы не ты, не знаю, что бы я делал. Ну, хватит. У тебя есть дети и жена. Жена? Прошу тебя, Королла. Фернанду интересует лишь этот ублюдок. Меня она не любит. И нужен он. Ну, а как же твои дети? Дети? Фернан? Он куда-то пропал. Серхио? Серхио бредит своим отцовством и ухлестывает за матерью этого мальчика, чтобы содрать с меня денег. А Алехандро? Даже не знаю, где сейчас Алехандро. Послушай, а ты? Чего хочешь ты, мой сладкий? Я? Я хочу лишь тебя. Хочу собрать достаточно денег, чтобы убраться отсюда с тобой. Скажи, милая, ты со мной из жалости? Или, может, из-за моих денег? Ты полюбила бы меня без этих богатств? Рахилио, ты готов на многое ради меня. Развестись с женой и жениться на мне. Я не позволю тебе усомниться во мне, Рахилио. Не задавай мне таких вопросов. Я люблю тебя. Сверчок, скажи мне кое-что. Ты любишь Пекина? Да, он мой лучший друг. Могу точно сказать, что он тебя тоже любит. Всегда волнуется за тебя. Когда вы встретились? Недавно. Правда? Значит, ты не так давно убежал из дома? Слушай, Сверчок, не знаю, почему ты ушел из дома, но это нехорошо как для тебя, так и для твоей семьи. Ведь они, наверное, очень беспокоятся о тебе. К тому же улица не место для детей. Тебе нужно спать в своей кровати с мамой и папой. Разве не так? Ну, если, конечно, они не обижали тебя. Родители тебя били? Били? Нет, но мама меня не любит. Не хочу говорить об этом. Сверчок, Эстебен, прости, что я настаиваю, но это для твоего же блага, поверь мне, я говорю честно. Если бы ты только понял. Ты сейчас вдалеке от семьи, поэтому ты и болеешь. Потому что их нет рядом, Эстеба. Мамы иногда злятся, но это не значит, что они нас совсем не любят. Ну, хорошо. Я понял. Если не хочешь говорить сейчас, то хотя бы подумай об этом, хорошо? Увидимся. Спасибо тебе за то, что ты делаешь ради Ауры. А теперь и ради моего внука. Спасибо тебе. Тебе не нужно меня благодарить, Сесар. Я делаю это, потому что это очень важно. Нет, просто Аура самый лучший друг во всём мире. Она та девушка, чьи поступки притягивают. У Ауры большое сердце, очень большое. Что ж, я верю вам. Думаю, надо стремиться быть такой же. Верно. Оставьте нас, пожалуйста. Ну, что ж, спасибо, Сесар. Пойдём. Мне очень жаль, правда. Но мне нужно было ей пожаловаться. Пожаловаться? Значит, ты снова тот, кого обидели? Как ты мог так поступить с мамой, Сесар? Эта женщина разрушила мою жизнь. Ей было плевать на моих детей. Не упрекай меня, прошу тебя. Я хочу попросить. Пожалуйста, послушай. Сесар, больше не приходи сюда. Тебя не должно быть в моей жизни. Уходи и не возвращайся. Я не хочу тебя больше видеть. Уходи. Навсегда. Нет, Фернандо. Не проси меня об этом. Пожалуйста. Нам больше не о чем говорить, Сесар. Уходи. Я не хочу с тобой разговаривать. Подумай сама. Это же ненормально. Это ведь то, чего она хочет. Это не она нас разлучает, а ты. Здесь один виновный. Это ты, а не она. Почему есть вещи сильнее твоей любви, которые всё портят? Я ведь просила тебя забыть о месте, Сесар. Ты избавился не от Верхинии, а от меня. Она это заслужила. Ты и Господь Бог. Разве тебе решать, чего она заслужила? А чего заслуживаешь ты, Сесар? Ты не заслуживаешь ни моего уважения, ни любви. Ничего. Ты сказала это. Любви. Ты любишь меня. Я люблю тебя. Сесар, что бы я к тебе ни чувствовала, какой большой не была бы моя любовь к тебе, теперь этой любви не место в моём сердце. Здорово, значит, это и есть твои владения. Да, рада, что тебе здесь понравилось. Не то, что мой маленький домик. Челита? Да, моя девочка. Посмотри, это мой друг Пекин. Вот как. Твоё имя Пекин? Очень приятно. И мне тоже. Мой друг Пекин поест с нами. Но сначала нам нужно его помыть. Ну уж нет. Сначала значит мыться, да? Я есть хочу до смерти. Но, милый, нужно сначала тебя хорошо вымыть, а потом мы все вместе поедим. Ладно? Ладно, но в душ я один пойду. Не люблю, когда на меня смотрят. Не беспокойся. Ты сам помоешься. Ну всё, иди. Придётся отмывать тебя щёткой. Я скоро вернусь, только сбегаю в магазин. Хорошо. Какой же ты чумазый. Боженьки святые. Войдите. Всё, готово, сеньора? Всё. Всё. Машина тоже. Превосходно. Теперь сессор и чари так просто не отделаются. Он за всё нам заплатит. На этот раз он даже не догадывается, что его ждёт. Займись этим и сделай, что потребуется. Но завтра он должен быть за решёткой. С удовольствием, сеньора. Мы с ним не ладились, собирались уже разводиться. Мне было очень плохо. Я не хотела жить в этой убогой нищете. А ты его любила? Да, очень любила. Но не знаю, всё стало меняться. Мы стали часто ссориться, постоянно ругались. И в этот момент в нашу жизнь врывается эта девица. Они начали встречаться. Адриан так и не понял, что она лишь хотела забрать моего сына. Мой глупый брат позволил каким-то словам о любви одурачить себя, так? Что ж, сейчас главное найти моего племянника. Важно только это, верно? Помоги мне, Сантьяго. Я очень по нему скучаю. Очень-очень. Ты любишь Эстебена? Ты в самом деле любишь его? Ты спрашиваешь, потому что он приёмный? Он мой сын. Единственное, что у нас было с Адрианом. Иди ко мне. Помоги мне найти его. Умоляю. Ну давай же, мальчик, ешь. Невкусно. Кроме этого, ничего нет. Ешь. Где доктор Хулио? У доктора и других больных хватает. Он ушёл. А он вернётся? Не думаю. Они всегда подбирают детей на улице, приводят их сюда и исчезают. Ешь. Ну ешь. Ешь. Открой рот, тебе нужно поесть. Открывай. Больше так не делай. Слышал меня? Быстро открывай рот. Вот так. Смотри, у меня негодник. Брюк. Привет, милая. Ну вот, смотри, что я тебе принесла. Две майки, две пары брюк. Ещё кое-что. Нравится? Смотри. Здорово. Они правда очень классные. Но зачем ты это делаешь? Потому что хочу тебе помочь. У меня пропал сын. Думаю, кое-кто его знает, но ничего не говорит. Если не хочешь говорить, я тебя пойму. А почему он пропал? Потому что одна злая женщина забрала его у меня. Пекин, послушай. Для меня это очень серьёзно. Ты что-нибудь знаешь об Эстебане? Нет, я не знаю этого мальчика. Правда, ничего не знаю. Мама, не поступай так с ним. Прошу тебя, пожалуйста, не заступайся за него. Ты же знаешь папу, он сумасшедший. Я прекрасно знаю, за что он хочет отомстить бабушке. Она столько уже натворила, она стала... Это такой способ любить меня? Делать всё возможное, чтобы отомстить маме, не обращая внимания на моё мнение? Мы люди, а не звери, Игнатио. Да и знаешь, я не хочу это обсуждать. Что ж, извини. Знаешь что, Игнатио, мне и без того тревог уже хватает, чтобы думать ещё о конфликте твоего отца с бабушкой. Я знаю, мама, но меня беспокоит, что они могут подать на Сессера в суд. Представь, что будет, когда Серхио выйдет из больницы. Серхио уже вышел оттуда, Игнатио. Тем более, теперь папа в опасности. Мы обязаны ему помочь, мама. Я помогу ему, не сомневайся. Но я не хочу больше его видеть. Я работал всю жизнь, чтобы в итоге всё потерять. Был жалким доносчиком Григорио Мединоса. Керпел унижения от Верхинии Грамм. Нужно её дочери, я женился ради неё. И где я теперь? Мои сыновья хотят лишить меня всего. Любимый, успокойся. Серхио предал меня, сделал это даже не скрывая. А Херман, похоже, забрал этого ребёнка. Возможно, ты преувеличиваешь насчёт Хермана. Если он в самом деле взял мальчика, он бы уже позвонил Лауре, разве нет? Не знаю, что теперь и думать, не знаю. Знаю лишь, что они мне лгут. Ты нужна мне. Я не знаю, что бы я делал без тебя. Просто не представляю. Ты сводишь меня с ума. В чём дело? Куда ты? Мне надо проветриться. Серхио, тебе нельзя? Лучше вернись в постель и прими лекарство. Я не могу лежать в постели. Слишком много всего происходит вокруг. Твой папа ищет Хермана. Я его искать не собираюсь. Хочу с глазу на глаз поговорить с Верхией. Что ж, я отвезу тебя. Не нужно, спасибо. Не подвози меня, лучше мне поехать одному, понимаешь? Серхио, что происходит? Ничего, чёрт возьми, не происходит. Не пытайся меня контролировать. Просто я волнуюсь, ты ведь просил меня позаботиться о тебе. Клаудия, давай-ка всё проясни. Ты красивая девушка и нравишься мне. Нам хорошо в постели. Но ты не моя невеста или жена. Не проси многого, я не такой. И не делай такое лицо. С моим братом это, может, и помогало, но только не со мной. До скорого. Выглядишь просто замечательно. Пахну, как старая бабушка. Нет, так пахнет чистота. От него отвалилась целая куча грязи. Намного приятнее быть чистым. Хочешь сходить куда-нибудь? Нет, мне нужно идти по делам. Можно забрать свою одежду. Я её выбросила. Она была рваная, вся в дырках и, к тому же, очень грязная. Но зачем? Это моя любимая одежда. Там были самые лучшие мои штаны. Аура, скажи ей, чтобы она отдала мою одежду. Конечно, Челита, отдай ему одежду. Ну, хорошо. Хочешь, я покажу тебе фотографию мальчика, который пропал? Смотри. Вот. Его имя Эстебан. Взгляни. Может, ты где-то видел его? Нет. Он какой-то смешной. Я не знаю его. Можно мне идти? Вот твоя одежда. Спасибо, Челита. Да, можешь идти. И помни, что это твой дом. Можешь приходить и есть здесь, когда тебе захочется. Хорошо? Ладно. Ну, хорошо, мне тоже нужно идти, Челита. Но... Да. Я скоро вернусь. Пока. Скорее возвращайся. Твоя сумка. Спасибо. Их имена известны? Да. Здесь говорится, что кто-то видел мальчика, очень похожего на Эстебана. В какой-то школе. Думаю, надо прочесть все письма, все до единого. Конечно. Нелли, ты нам поможешь или так и будешь злиться? Конечно. Должно быть, это все пустышки. Возможно. Много писем окажутся пустышками, но какое-то одно может быть тем самым. Надо взять еще объявление с фотографиями. Возможно, кто-нибудь все-таки видел Эстебана. Как только разберусь с машиной, сразу помогу тебе, ладно? Хорошо. До встречи. До скорого. Спасибо. Я знаю, ты приведешь меня к нему. Рахелио, к тебе пришли. Я ведь сказал, что занят. Это из полиции. Проходите, пожалуйста. Вы нашли его? Нет, ваш сын все еще разыскивается, но мы нашли его брошенную машину со следами насилия. Нам нужно, чтобы вы опознали автомобиль. Возможно, вашего сына похитили, сеньор. Танки. Здравствуйте, как вы? Сантьяго здесь? Нет, он ушел с объявлениями. Я присоединюсь к нему, как закончу с машиной. А куда вы пойдете? Аура оставила список людей, звонивших на телевидение. Мы хотим проверить их. Здесь была Аура? Да, Нелли ее видела. Можете себе представить, что было. Даже не говори. Вы получили много звонков, но ничего толкового. Ладно, я пошел. Дон Амадор, окажите услугу. Останьтесь и позвоните по этим номерам. Я ставлю ключи от машины, отдайте ее владельцу. Так я скорее смогу помочь Сантьяго. Конечно, Танки. Я останусь. Прошу тебя, если что-то узнаешь, сообщи мне. Конечно, обязательно. До встречи. Иди, Танки. Спасибо. Ребята. Подождите, только не бойтесь. Мне нужна ваша помощь, парни. Вот фотографии. Скажите, вы не видели этого мальчика? А что он? Он пропал. Ему восемь лет. Нигде его не видели? Тут таких много. Много, правда? Посмотрите еще. Может, все-таки видели? Окей. Окей. Ой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот мальчик, кажется, я его видела. Где? Недавно он здесь проходил. Здесь? Да. Вон он. Вот тот? Он даже не похож на моего сына, сеньора. Нашего сына? Да, я ищу своего сына. Я думала, он сын той блондинки из телевизора. Какой еще блондинки? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня для вас есть предложение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если нет ни Верхинии, ни Аура, то кто же дома? Сеньор Игнасио, хотите я позову его? Нет, не нужно. Рассито, я уже здесь. Игнасио, как ты? Убирайся, Сархио. Ты не рад меня видеть? Подонку, изнасиловавшему мою сестру, не место в одном доме со мной. А что ты сделаешь? Достанешь пистолет, как твой трусливый папочка? Даже в этом кресле я не боюсь тебя, ублюдок. Ты бы навредил отцу своего племянника. Даю за это двадцатку. Какую двадцатку? Они совсем новые. А дам за сорок. По рукам. Привет. Здравствуй. Как все прошло? Весь день этим занимался. Так надеялся найти хоть какую-то зацепку из всех этих звонков, но все напрасно. Мне очень жаль, Игнасио. А как у тебя? Ты должна быть еще в офисе. Да, просто Рахелио пришлось поехать в полицию, а я решила уйти. Что случилось? Нашли машину Хермана. Нашли? А где он сам? Не знаю. Как это? Полиция о нем ничего неизвестна, но в машине обнаружили следы насилия. Правда? Адриан, ты должен знать еще кое-что. Что? Рахелио мне сказал, что Серхио хочет стать союзником Нелли. Что? Да. Он хочет получить отцовство Эстебна. Для этого ему нужна Нелли. Ублюдок. Серхио прекрасно знает о том, что унаследовал твой сын. Конечно же, вот зачем этот недоносок завел с ней роман. Именно. Но, может, тебе стоит поговорить с Нелли? С Нелли? Для чего? Тогда мне придется сказать ей о наследстве. А это еще хуже. Она не успокоится после этого. Ты прав. Вот, возьми. Что это? Копия завещания Дона Григорио. Думаю, тебе нужно сохранить ее. Все без толку. Так много адресов. Но везде совсем другие дети. А такой школы подавно не существует. Господи, зачем только люди врут о таких вещах? Нелли, рад, что ты вернулась. Есть что-нибудь? Ничего, я обошла все места. Но ничего. Боже мой внучек. Господи, помоги нам. По-моему, это все просто глупо. Вся эта пустая шумиха с телевидением делала рук этой девки. Не говори так, дочка. Она все это придумала, чтобы обмануть нас, заставить нас терять время, чтобы посмеяться над нами. Мой сын у нее. Она знает, где он. Я уверена. Пекин, постой. Если ты злишься из-за одежды... Нет, милый, дело не в одежде. Я просто хотела поговорить с тобой. Мне правда очень нужно знать, где Эстебан. Нет. Я знаю. Тебе что-то о нем известно. Хорошо, я согласен. То, что мы сделали ей, отнюдь не предмет для гордости, но все же... Эта женщина заслужила это. Понимаю. Но поставь себя на место Фернандо. Я бы тоже разозлилась. Мать, это мать. Ты ее тоже защищаешь? Проходите, пожалуйста. Постойте минуту. Рахельо, так и будешь продолжать все это. Вам придется проехать с нами, сеньор Сессор. Нам нужно с вами поговорить. Подождите, ему прекрасно известно, что меня выпустили под залог. Меня обвиняли в покушении на убийство Серхио, но это бронье. Не слушайте его. Мы здесь не из-за Серхио, а из-за Хермана. Тебя арестуют за причастие к его исчезновению. Фильм озвучен студией «Инис» по заказу компании «Централ Партнершип». Тебя арестуют за причастие к его исчезновению. Тебя арестуют за причастие к его исчезновению. Продолжение следует... ...